Если у кого-то возникнет желание, допустим, увеличить из этой элиты, ну возьмем какого-нибудь самого Борзева, который захочет жить миллион лет. Поскольку вот те данные, с которыми я столкнулся, сделало меня в три раза еще более верующим, потому что там видно взаимосвязи, которые никак невозможно объяснить, кроме как высшей силы. Так вот над таким человеком, самым Борзевым, который захочет жить миллион лет, посмеется случай, его величество, там, Интерстеллар, как хотите это называть, небеса, бог, его убьют, наверное. Такие же. Причем такие же интересанты этого всего дела. Я вас умоляю, но это смешно. Увеличит там продолжительность жизни, там, ну на 200 лет. Это, конечно, потрясающая возможность. Я верю в их реальность, но существенного сдвига в главном, в человеческой душе, которую нужно спасать ежечасно, это не решит. Это не решит то, что, как говорит Станислав Белковский, мне очень понравился его ответ, там, в какой-то, такой даже не телепередачи, а в интернет-телевидении, главная задача человеческой, в чем смысл жизни, казалось бы, да, вот вопрос такой, сходу к Белковскому, смысл человеческой жизни в спасении своей души, то есть в процессе этого спасения или там в попытках спасения, ну, в том, чтобы спасти свою душу на протяжении этой жизни, которую дадим. Вот продолжительность никак не влияет математически на эту возможность, да, потому что, ну, по-моему, не те категории, там, зеленые и круглые. Ну, увеличит человек жизнь на 200 лет, а будет жить так же. Ну, что это такое? Это значит, что он будет два раза дольше мучиться, это же отвратительно. Одновременно и грустная, и хорошая новость, да? Умирать же никто не хочет. Как сказать, вот, ну, почему же, что значит, смотря как умирать, то есть, по-моему, это даже, если социологический опрос проводить, да, то все примерно в курсе, что это будет, да. Никто не хочет просто двух вещей, что это было слишком рано, да, то есть, ну, и никто не хочет, чтобы это было как-то мучительно. по-моему, так все отвечают на этот вопрос, там, хочу умереть во сне и так далее, там, у Познера можно посмотреть, кто как отвечал на этот вопрос. В общем-то, никто особо, так это, к стенке не прильнул от страха и не задрожал. Вопрос как раз, там, в том, чтобы вот, не больно было, болеть, если невозможно справиться с болезнью, или вылечить ее. Вот, больше про это надо, как бы, думать, и это логичней.